Сегодня смотрим экспресс выпуск аниме новостей за прошедшую неделю осени, который вы можете посмотреть пока сидите на унитазе или пьете чашечку кофе. С вами я, ведущий Жеканчик на канале Джапанчик, но мы начинаем. Уже неделю назад состоялась премьера нашумевшего аниме Киберпанк Бегущий по краю. Это был совместный проект японской студии Триггер, польской игровой студии CD Projekt Red и американского Нетфликса. По сути, сериал является приквельным спин-оффом к одноименной игре Киберпанк 2077. Сам я это аниме посмотрел и вам настоятельно рекомендую. Идем далее. Буквально на днях на официальном сайте аниме Магическая Битва 2 опубликовали новый постер второго сезона аниме, а также сообщили подробности его выхода. Стало известно, что трансляция начнется в 23-м году и еще то, что сезон будет содержать эпизоды о прошлом Сатору Годжо. Именно данным эпизодом и посвящен постер. Короче, ожидаем филлеры. Также, Дэвид Продакшн представили нам свой новый постер аниме Несносные пришельцы 2022. Это ремейк популярного аниме 80-х годов с точно таким же названием. Его трансляция начнется 14 октября этого года. Жожо Фаги, наверное, думали, что Дэвиды у себя там в студии только Жожо клепают. Да, представьте, у студии бывают разные проекты. Неожиданно. А тем временем, пока другие студии занимаются производством постеров, Маппа выпустили новый основной трейлер аниме-адаптации манги Человек Бензопила. В этом же трейлере мы слышим также новый опенинг сериала на фоне. Напоминаю, что дата премьеры Чейнсаумена 11 октября. Еще напомнить о себе решили создатели аниме Семья Шпиона. В начале этой недели они тоже выпустили новый трейлер продолжения сериала с новым опенингом на фоне. Релиз же Спай Икс Фэмили 1 октября. И еще один новый трейлер вышел у аниме Одинокий Рокер. Это сериал про рокершу-старшеклассницу, которая мечтает играть в группе, однако она застенчива, потому сперва ей нужно завести друзей. И у нее все выйдет. Премьера данного музыкального аниме-тайтла состоится 8 октября. А сейчас хорошие новости для фанатов аниме Один Кусок. Или же One Piece. На этой неделе был анонсирован глобальный релиз полнометражного аниме One Piece Red на 4 ноября. Его, наконец, покажут в множестве стран с английским дубляжом или субтитрами на выбор. А это, в свою очередь, означает, что он станет доступен в сети в нормальном качестве и наши дайберы, наконец-то, займутся его озвучкой. Не, ну просто многие меня спрашивали, когда будет фильм по One Piece в переводе. Ну вот, короче, ориентируйтесь на ноябрь этого года. А теперь, ребятки, переходим к новым анонсам аниме. Анонсировано аниме по игре Genshin Impact. Увидел эту новость и решил перепроверить информацию. Оказалось, что пока на данный момент китайский разработчик объявил только о сотрудничестве с японской аниме-студией Ufotable. Или Ufotable. Не знаю, как правильно. После чего выпустили совместный концептуальный трейлер Genshin в стиле аниме. Но конкретно официального анонса пока что не было. Идем дальше. Возрадуйтесь же, фанаты Маринки Тагавы. Ведь на этой неделе анонсировали второй сезон аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Об этом нам сообщили на официальном сайте аниме, показав новый трейлер. И вместе с ним на том же месте анонсировали аниме «Девушка на час». Это уже будет третий сезон по счету. Ранее студия заявляла, что они больше не собираются делать продолжение этого аниме. Но скорее всего они подумали, что раз бабки текут, то почему бы и нет. Также на этой неделе состоялась еще парочка прикольных анонсов. Первый из них это продолжение аниме «Нулевой Эдем». Для тех, кто не знает или не помнит, это аниме от создателей Хвоста Феи. И второй анонс. Это анонс третьего сезона аниме «Ари Фуретта. Сильнейший ремесленник в мире». Вместе с первым и вторым анонсом нам показали их новые трейлеры. А также их премьерная дата выхода апрель 23-го года. Ну и последние анонсы этой недели у нас от Нетфликса. Они же после нескольких удачных премьер собственных аниме в сентябре решили не останавливаться и уже готовят новое аниме под названием «Романтический убийца». Пока что по нему они показали новый трейлер и дата премьеры 27 октября. И еще Нетфликс нам сообщили, что в планах на будущее у них есть разработка аниме-адаптации сериала «Очень странные дела». Единственное, что они сообщили по этому поводу, что если аниме и будет, то ожидать его стоит не ранее 25-го года. Также, по словам авторов, не исключено, что дойдет и до разработки полноценных видеоигр по франшизе. Да, кстати, насчет видеоигр. Теперь мы переходим к рубрике «Бонусные аниме-новости», в которой мы как раз и смотрим новости аниме игровой индустрии. Но про эти новости вам расскажет мой робот-помощник. Прошу. Всем привет, я робот. А теперь продолжаем. Глобальная версия мобильной РПГ «Башня Бога» получила новый трейлер. Я, если честно, даже не слышал, что они собирались делать игру по этому аниме. А тут оказывается, что релиз уже совсем скоро, в декабре. А предварительно регистрация в игру стартует в октябре. Доступна будет только на айфонах и андроид-системах. Параллельно с этим, разработчики серии игр Final Fantasy решили сделать ремейк игры «Crisis Core Final Fantasy VII», которая раньше выходила на PSP. Теперь же ремейк станет доступен на всех консолях и ПК 13 декабря. Телефоны в пролете. Ну и напоследок. Стала известна дата выхода игры по аниме «Один кусок». Игра под названием «Один кусок Одесса» выходит 13 января 2023 года. Помимо этого нам показали его новый трейлер. Выйдет также на консолях и ПК. И опять же смартфон-юзеры остаются в пролете. На данный момент это все за эту неделю. О, такая фигня малята. Если же в переводе, то это были все аниме-новости за прошедшую неделю осени. И ребятки, не забывайте подписаться, поставить лайк, писать комментарии. Этим вы мне очень помогаете. С вами был Жаканчик на канале Жапанчик. Скоро увидимся. Аривидерчи.